Отношения, начинающиеся с обмана, обманом и заканчиваются. Мне в очередной раз позвонили с предложением о трудоустройстве, где я начал задавать обычные вопросы, где сотрудник кадрового подбора начала мне рассказывать о доверии, взаимных рисках и тому подобное, где я уже не выдержал и высказался как мог. Если каждый трудящийся будет отстаивать свои права, знать свои права и не соглашаться на рабские и кабальные условия, где вы с любой стороны обречены подчиняться и раболепствовать перед царем-начальником, выпрашивая зарплату и умоляя не снижать ее или хотя бы выплатить то, что обещали. Обещали. Как же это мерзко и обидно звучит. Игнорируйте таких работодателей и называйте их мошенниками, ворами и рабовладельцами. Вместе мы добьемся справедливости. Да, я слушаю. Добрый день, Павел Васильевич. Здравствуйте, да, я с вами. Рассматриваете предложение о работе? Да, еще да. Вакансия инженер-монтажник слаботочных сетей. Может быть интересно для вас? Вполне, смотря каких, не смотря где. Офис у нас находится на Черной Речке, но работа разведного характера. Мы работаем с торговыми сетями, с ритейлом. Соответственно, это разъезды по городу. Вы оплачиваете разъезды по городу? Да, если я машина, то оплачиваем, ну, соответственно, затраты на нее, если нет, то, соответственно, затраты на другие транспортные расходы. Доброго. Так. Сигнализация, охранка, видеонаблюдение. Окей, ну, в принципе, знакомо. Хорошо, и как, из чего складывается зарплата? Окладная часть, премии, бонусы. Вот, указано 45 тысяч, правильно? Да, это то, что я хочу получать гарантированно. В виде оклада. Да. Да, мы готовы это обсуждать. Ну, то есть в виде оклада, в смысле, что после вычета МДСЛ. А, понятно, официальная зарплата 20. А. Ну, и в конверте серы. Хорошо, какие гарантии, что вы будете платить столько, сколько обещаете? Слушай, наверное, лучше задать, конечно, вопрос генеральному или техническому директору, но никто не обижался никогда, всегда платили. Нет, ну, никто никогда... Нет, я поняла, поняла. Ну, так сложно сказать. Я понял. Это же не на числе, с которой идет отчисление налогов, да, НДФЛ отчислялась именно в 20 тысяч. Нет, ну, хорошо, пусть будет НДФЛ начисляться в 20 тысяч, но где гарантии, что вы будете платить на столько, сколько вы обещаете? Под вопросом, где гарантия, подразумевается наличие договора, правильно? Ну... Или наличие какого-то документа, в котором это будет прописано. Причем этот документ должен носить юридическую стену. Ну, у нас же есть трудоустройство, собственно, ну, вот, я знаком с трудовым кодексом и трудоустройством, и в договоре написано только окладная часть. Остальное пишется как премии и дополнительные, там, окей, мотивирующие какие-то. Но они не обязательны к выполнению, не на рассмотрение работодателя. Да, да. Ну, значит, работодатель, если у него будет плохое настроение, значит, он не будет платить эти деньги, кроме оплаты. Ну, конечно, здесь, наверное, больше вопрос доверия. Поэтому я думаю, что 20% вам, скорее всего, не подойдет, так как прописана цифра в договоре, именно 20%. Объясните, а какая может быть доверия между двумя незнакомыми друг с другом людьми, один из которых будет выполнять свою работу, а другой будет, возможно, не выполнять свои условия? О каком доверии вы говорите? Нет, я с вами полностью согласна, потому что здесь взаимный вопрос, на самом деле, доверия, потому что есть... Ты не взаимный, то есть, я буду выполнять работу, да? Да, я не про вас говорю, но есть также недобросовестные работники, которые говорят, что выполняют работу, а на самом деле они только создают видимость. И когда начинаешь проверять, что они сделали и как выполнили, то оказывается, что деньги были потрачены просто за их времяпрепровождение на рабочую нить. Но вы же понимаете, что с вашей стороны вы имеете возможность не платить или не платить? Ну, то есть, с моей стороны нет никаких других возможностей отстоять свои деньги, потому как остальную часть, не касаемо оклада, я даже не смогу ни в судовой комиссии, ни в суде, ни в любой другой инстанции, которая работает с судовым кодексом, я не смогу отстоять. То есть, это, скажем так, что это два братьевки, поспевав, договорились, что один другому семечки принесет. Ну, я поняла вас. Ну, здесь, конечно, вопрос иногда спорный и... Ну, тут нет полных вопросов, есть только одно. Либо вы гарантируете, например, вы пишете расписку, что я такой-то, такой-то, обезуну, схватить данному человеку какую-то, такую сумму. Под подпись, под паспортные данные, директора с записью, штампами. Ну, да, нельзя договор ДПХ. Нет, нет, договор ДПХ, это договор на выполнение определенного объема работы, вследствие чего, но если вы не подтвердите, опять же, вы, если не подтвердите выполнение данного объема, вы мне ничего не заплатите, я, опять же, ни в суде, ни в судовой комиссии это не отстаю. То есть, я знаю, как работает себе устройство. То есть, либо расписка, я иду с ней в суд, где человек отправит свои паспортные данные, либо никак. Ну, то есть, меня интересует, вы как это будете гарантируете? Я люблю работать, я хочу работать, я работаю качественно и честно, я знаю свои права. Просто вы готовы платить эти деньги гарантированно, даже если мы будем миновать НДПЛ и налоги, и вы их как-то будете отходить. Правило, Васильевич, готовы, но не готовы вам предоставлять документы об этом, к сожалению. Значит, вы обманщики, значит, вы шарлатаны. Я понял вас, нет, спасибо шарлатанам и обманщиками, я не взаимодействую, особенно в плане труда. Я желаю вам удачи, до свидания. Спасибо большое, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok